Аплодисменты И с нашей с вами международной рубрикой «Лавров за гранью», в которой на все наступающие, несмотря, все будет не оливье, а за. И я не про заливную рыбу из того хорошего новогоднего фильма, а про события за граничные и аналитику грань переходящую. А потому давайте уже глянем, что же они, те, которые за мировой кулисой решили нам под елочку в плане новостей наложить, так сказать, этого года в полуфинале. И скажу сразу, почти как в другом хорошем, хоть и не новогоднем фильме, если у женщин есть свои дела, они могут спокойно заниматься ими вместе с просмотром нашей рубрики. Наша рубрика больше заинтересует и женщин, и мужчин. Потому что в эти, как елочные лапки, нежные и снежные дни, на земле только и разговоров, что про деньги, про барышень и о футболе. Игре, где звезды за большие деньги эффектными мужскими ногами пинают непредкорректные черно-белые мячики. Вернее, больше всего на Западе сейчас разговоров не про это, а про то, как пинают ногами одну ногастую бывшую телезвезду. А теперь еще и бывшего заместителя председателя Европарламента. С очень симпатичными мячиками наперевес. Которая давеча доигралась таки с этим вашим футболом. И если кто еще, ребята, я не в курсе, то это я про Еву Кайли из Греции. Которая в самом сердце Евросоюза отвечала за чистосердечные связи ЕС с Ближним Востоком. Где прямо сейчас со скандалом все еще таки проходит мировой футбольный чемпионат. Все более похожий на какой-то мундиаль. И вот пока вся прогрессивная общественность Запада этот мундиаль вовсю критиковала, Ева делала все ровно наоборот. Кинулись разбираться почему, потому что Европа не Греция, где все есть, а в ЕС плюрализма мнений нет. И выяснили, что у Евы в доме под половицей. Деньги лежат, как в другом очень новогоднем фильме. 600 тысяч евро, полученные, может, и от Катара. Но точно за лоббизм. Вот такой подарочек от Деда Мороза. Только борода у него не белая, а черная. На посохе полумесяц. И вместо мешка баллон с газом. А может, где рядом и дерево еще было, и мужик в пиджаке? Может быть, не знаю. А Еву, знаю, возможно, теперь посадят. Она же не памятник. Потому как прогрессивная западная пресса пишет, что она с Катаром на двоих устроила самый большой коррупционный скандал в истории Европарламента. Хоть сейчас кино, отнюдь не бюджетное, про это снимай. А то, что вместе с Евой взяли еще как минимум троих итальянских мужчин, ну так и ноги и мячики у них не то чтобы красивые. Вот прогрессивная пресса и общественность про них почти не вспоминают. Да и вообще, без Евиных ног, думаю, трое итальяшек даже оптом на скандал бы не потянули. Ну подумаешь, западные бюрократы в околофутбольном мире коррупцию развели. Ну подумаешь, брали деньги за положительные решения по разным вопросам. Так раньше швейцарец Блаттер брал, француз Платини брал, а теперь берут итальянцы. Ну какая же это общая европейская новость? Или вот про Штаты, сборная которых вылетела с чемпионата уже давно, и потому там новости коррупции с футболом даже не связаны. Так там целый муж бывшего спикера Нижней палаты, Несси Пелоси, того брал. И что ж им, из этого шум после всего поднимать? Или еще? Там уже прямо в их прессе пишут, что рекордный военный бюджет, принятый демократами напоследок, как раз к Новому году, перед приходом республиканцев. Так вот, он мало того, что по размеру больше, чем просили у политиков военные, так еще и напрямую деньги на коррупцию включает. Причем на подкуп и военных экспертов, и чужих политиков. И ничего же. Так что, видимо, и в Штатах, пока эффектные барышни с длинными ногами брать не начнут, коррупции, новости у них считаться не будет. Хотя, не факт. Ведь тут Байден в качестве еще одного подарка своему демократическому, а заодно и весьма радикальному электорату особый рождественский презент приготовил. Закон про однополые браки подписал. Так что, вероятно, чтобы в США коррупционный скандал начался, его лицом должна стать не Ева. И, вероятно, стать должна не лицом. А возвращаясь к Еве этой самой, так она уже начала не только брать, но и давать. В смысле, давать показания на главу дипломатии Жозеппо Борреля. Мол, и он тоже? Да. Мол, именно из Жозеппо. Ноги Еврой коррупции и растут. Но что-то мне подсказывает, что про Жозеппо в ноги тамошним СМИ будет не так интересно. И даже когда и если европейское правосудие наложит на Борреля свои нежные лапки, то этот скандал попытаются замять и быстро. И не только потому, что это не так, как с Евой, красиво. Есть еще одна причина. Просто именно власти США, Европарламент и лично дипломат и слегка коррупционер Боррель обычно коррупцией в других странах первыми и больше всех были озабочены. Вот нечестные белорусские деньги уже сколько лет тому выдумали, а потом искали. А если теперь с большим скандалом ловить нечистых на руку западных бюрократов, то кто тогда за чистоту рук во всем незападном мире бороться будет? Вот поэтому про Еву Кайли с ногами мы еще от их прессы, пожалуй, чуть-чуть и послушаем, а про остальных, ну, что-то от них и услышим. Но это скоро все забудется, наверное. Тем более праздники же почти на дворе, как снег на голову, любимые фильмы по телевизору, да и финал футбола еще в катере этом, будь он бен ладен, в смысле не ладен. А если кто мандаринам вопреки полную информацию получить хочет, те могут еще и новости посмотреть и обсудить их. Например, с международной рубрикой «Лавров за гранью» уже скажем в следующую пятницу, которая еще ближе к Новому году, чем это будет. А пока? Пока. Начинаем приучать организм к оливье и стараемся, чтобы в отличие от американцев красивые женские ноги нам продолжали нравиться и в этом году, и в следующем. АПЛОДИСМЕНТЫ